В эфире новости Амурской экономики. Здравствуйте! И вот что мы готовы рассказать вам в этом выпуске. Минувшая неделя стала знаковой для нашей страны в целом и Амурской области в частности. Россия вступила в ВТО, а при Амуре граничит с крупнейшим мировым импортером, поэтому цены на некоторые товары в нашей области могут значительно снизиться. Подешеветь может свинина. Ее ввоз в рамках квот становится бесплатным. Ранее пошлина составляла 15%. Кстати, ее в Преамуре чаще всего привозят из Белоруссии. В то же время ставки на импорт говядины почти не изменились. Зато пошлина на ввоз риса снизится более чем в 2,5 раза. Его поставляют в Амурскую область из Вьетнама и Китая. Благодаря снижению пошлин может подешеветь и одежда, в частности детская и спортивная. Ее главный поставщик опять же Китай. Снижены пошлины на легковые автомобили с 30 до 25%. Основной поток авто идет в Преамуре из Японии и Кореи. Конкретный размер новых ставок зависит от объема двигателя. Однако ждать снижения цен не стоит. С 1 сентября начнет действовать утилизационный сбор. Через три года пошлина вновь начнет снижаться на 2,5 пункта ежегодно. К 2020 году она составит 15%. А вот ставки на импортную сельхозтехнику, в частности тракторы, уже сейчас не изменились до 15%. В хозяйствах Преамуре особенно востребованы комбайны совместной, русско-хитайской сборки, корейская и белорусская техника. И еще одно экономически важное событие для нашей области и всего мира пройдет в сентябре во Владивостоке. Делегация от Преамуре на международный саммит ОТС отправится в конце августа. Возглавит ее губернатор области Олег Кожемяка. На саммите будет представлена экспозиция Дальневосточного федерального округа. Ее площадь составит более 300 квадратных метров. Вместе с другими регионами здесь будет представлена и наша область. Традиционно Преамуре презентуют добывающие отрасли. Будет ли представлено бизнес-сообщество, пока неизвестно. 24-я ежегодная встреча лидеров государств ОТС пройдет на острове Русский. Это первый саммит, который проведут в России. В Белогорске могут появиться заводы по изготовлению быстро возводимых домов и производству комбикорма. А муниципалитеты могут получить право контролировать процесс возведения объектов капитального строительства. Об этом говорили на строительном форуме в Белогорске. Там собрались представители этой отрасли со всей Амурской области. Яна Тимошенко узнавала о проблемах и планах наших строителей. Более 200 строителей – представители проектных институтов, саморегулируемых организаций. В Белогорской школе искусств собрались практически все, кто имеет отношение к строительству. Производители и поставщики строиматериалов использовали форум как рекламную площадку. Во-первых, это новые знакомства, это новые рынки наверняка, потому что в Белогорске у нас нет каких-то таких серьезных объемов продаж, как в Благовещенске, например. Я думаю, что благодаря этому форуму мы сможем выйти на рынок Белогорска и, возможно, свободного, тынды. Для демонстрации сайдинга, черепицы, базальтовых плит и других строиматериалов был отведен отдельный зал. Производство отдельных деталей в области отлажено. И сейчас, говорит губернатор, нужен завод по изготовлению быстро возводимых домов. Тем более, что в Преамуре работают программы по обеспечению жильем для молодых семей и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Предприятие, скорее всего, отдадут в частные руки, но господдержка оказана будет. Не просто наводит на мысль, оно требует скорейшего здесь строительства завода по быстровозводимому жилью. Потому что вот та часть выставки по комплектующим, конечно, это уже практически на 30% годовый задел для строительства такого завода. В самом Белогорске строительство тоже вышло на новый уровень. За последние пять лет появилось более десяти социальных объектов. Сейчас идет строительство физкультурно-оздравительного комплекса имени Героя России майора Сергея Солнечникова с универсальным игровым залом и бассейном. Объемы соизмеримы с концом 80-х, когда в городе было порядка 15 генподрядных строительных организаций. Кроме того, в Белогорске появится детский сад и школа. На стройки пойдут в том числе и те налоговые отчисления, которые областной бюджет получит от сотрудничества Амурской области с компанией «Транснефт». В 2013 году в центре города должны также появиться кольцевая развязка и подземный переход. Макеты недавно построенных и только планируемых зданий были представлены в отдельном зале. Ну а чтобы проекты быстрее становились реальностью, на форуме было предложено создать союз проектировщиков. Сейчас треть проектной документации специалистам управления Амургосэкспертизы приходится дорабатывать. В новый союз должны войти представители строительных организаций, специалисты Амургосэкспертизы и областной инспекции Гостроенадзора. Елена Семашенко, Григорий Титаев, экономические новости. И снова проблемы в деле России. Выплаты вкладчикам обанкротившейся компании приостановлены. Расчеты с кредиторами по четвертой очереди запретил арбитражный суд. Сейчас счета арестованы. Когда снова начнутся перечисления, неизвестно. С ходатайством в запрете выплат суд обратилась ДТК-2, дочерние предприятия России. Они считают, что их права нарушены. Ходатайство было одобрено и выплаты приостановлены. Пока не закончится судебный спор и арбитражный суд не снимет ограничения, денежных операций производиться не будет. Сейчас банку запрещено производить выплаты по тем документам, которые находятся у него. Даже если деньги поступят, перечислять их пока не будут. Причем на какой срок света может затянуться, конкурсный управляющий фирмы России Вадим Веселков ответить не смог. Возможно, дело рассмотрят в течение месяца, а возможно и дольше. Первое заседание в арбитражном суде пройдет 6 сентября. В четвертую очередь входят вкладчики и часть дольщиков. Выплаты начались не так давно. На сегодняшний день кредиторам перечислено 350 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги получили 805 человек. Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» завершила первое полугодие с прибылью. В прошлом году предприятие работало в убыток. С января по июнь кондитерская фабрика получила почти 12 миллионов чистой прибыли. Убыток прошлого года составил свыше 8,5 миллионов рублей. Выручка от продаж выросла на 11%, почти до 409 миллионов рублей. Как сообщает «Интерфакс», также сократилась на 25 миллионов кредиторская задолженность, а дебиторская на 22 миллиона рублей. В Преамуре дорожает топливо. За месяц стоимость бензина 92-й марки на заправках компании «Грант» выросла на 70 копеек. 95-й прибавил в цене 10 копеек. На этот раз мы проанализировали динамику цен на топливном рынке области. Как изменялась стоимость бензина на заправочных станциях за три летних месяца? И где сейчас можно заправиться дешевле всего, узнаете прямо сейчас. Стабильно в эти три месяца было только на автозаправочных станциях Амурской нефтяной компании. Последний раз ценники здесь переписывали еще в апреле. С июня и до конца августа цены на ходовые марки бензина не изменились. 92-й стоит 28,30, 95-й – 30,80 за литр. На заправках НК «Альянс» на 1 июня 92-й бензин стоил 29,20 рубля. На этой отметке его цена продержалась до конца июля и затем за месяц выросла на 50 копеек. Бензин 95-й марки в начале июня НК «Альянс» предлагал за 31 рубль 10 копеек. До конца июля цена держалась на этой отметке. Затем за месяц 95-й на заправках «Альянса» подорожал на 50 копеек. Несколько раз за лето переписали ценники на топливо на заправках «АЗК «Грант». В июне 92-й бензин стоил 28,95 рубля за литр, 95-й – 30,50 рубля. К концу июля 92-й бензин подешевел почти на рубль. В августе бензин этой марки вновь подорожал на 70 копеек. 95-й бензин на «АЗК «Грант» за лето цену почти не менял. С июня и до конца августа подорожал на 20 копеек. Таким образом, на 24 августа дешевле всего топливо 92-й марки на заправках «АНК» 28,30. 95-й по самой низкой цене предлагает компания «Грант» – 30,70 рубля. При этом у «Альянса» ценовой максимум по бензину 92-й марки – 29,70. Минимум у «АНК» 28,30. А теперь к новостям налоговой. В конце июля на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области заработал новый электронный сервис. Здесь можно отследить в онлайн-режиме, как идет проверка представленной декларации по форме 3НДФЛ. К новому сервису уже обратились 150 амурчан. Об алгоритме использования полезной новинки рассказывает Елена Тимошенко. Чтобы получить налоговый вычет, налогоплательщик предоставляет в инспекцию по месту регистрации декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3НДФЛ. Затем в течение трех календарных месяцев документ проходит камеральную проверку. В конце июля текущего года на сайте Амурского налогового управления был открыт доступ для нового электронного сервиса для налогоплательщиков, который называется «Результат камеральной проверки декларации по форме 3НДФЛ, представленный в налоговые органы Амурской области». Данный сервис позволяет отследить ход проведения камеральной проверки декларации по форме 3НДФЛ. Необходимо помнить, что информация в данном электронном сервисе отображается не позднее пяти рабочих дней со времени регистрации декларации 3НДФЛ в налоговом органе. Для получения информации необходимо в поле ИНН ввести 12-значный номер ИНН налогоплательщика физического лица. В графе «Год, за который предоставляется вычет» выбрать год, за который в налоговый орган предоставлена информация «Декларация на налоговый вычет». Если после введения реквизитов налогоплательщик не найден в базе данных, то на экран выводится соответствующее сообщение. Если налогоплательщик найден, то выводится следующая таблица. Графа «Состояние обработки декларации» может иметь такие значения. Введены все данные по декларации, декларация зарегистрирована или другие варианты. Графа «Результат камеральной проверки» может иметь следующие значения. Вычет подтвержден, полный либо частичный отказ. В этом случае выписаны документы о полном либо частичном отказе в предоставлении налогового вычета. Если камеральная проверка не завершена, эта графа будет пуста и будет выведено дополнительное сообщение. Свои варианты есть у графы «Состояние обработки заявления». Если, предоставив декларацию, вы не написали заявление на вычет, то в графе «Состояние обработки заявления» появится дополнительное сообщение. Вы имеете право предоставить заявление на возврат денежных средств в налоговый орган. Здесь же будет предложено скачать форму заявления на возврат суммы излишнеуплаченного налога на доходы физических лиц.